Текст читал Роман Коткин, перевод Кэти Берг Текст читал Роман Коткин Текст читал Роман Коткин Текст читал Роман Коткин В этом автомобиле стоит двухлитровый GT4, но есть еще и версии с трехлитровым движком. Вариант с двумя литрами он был предназначен для итальянского рынка. Покупались машины с двигателем на два литра, так как при объеме на три литра и более литров они облагались огромным налогом в Италии. Конкретно этот экземпляр был создан для итальянского рынка и как результат двухлитровый двигатель выглядит не так уж и быстро, но название звучит намного слаже. Но этого хватает для V8, очень маленького V8. Машина резво набирает скорость, это происходит естественно. Она немного угловато и не очень хорошо ходит в поворот. Это чувствуется в салоне и реально захватывает. Во время вхождения появляется уверенность. Это очень занятное вождение машины. Она выглядит современной, относительно 70-х годов. Если вы едете по трассе с неровностями, то машина плавно двигается по ней. Для машины такого возраста это очень круто. Еще одна вещь, которую я люблю в этой машине, это ее интерьер. Вся приборная панель с ее датчиками и кнопочками. Приборка самая классная, даже лучше, чем у Феррари той эры. Не говорю даже и про другие машины. Это стоит на первом месте, вне сомнений. Очень широкая, она буквально огибает тебя. И в сиденье классно сидеть. Почти на каждой детали, на каждой рычаге или кнопке есть хромированный металлический ободок. Это придает особый шарм. Я хотел такую машину, чтобы с ней окунуться в другую эру, в другой временной период. Это время итальянских мафиози, таких как Гайанес, который надевался в защитные очки, курил сигару и вел машину по дороге в Альпы. Я всегда любил эту сцену. Что-то происходит внутри меня в этот момент. Я мечтаю сам оказаться в этой сцене в реальности. Я бы хотел почувствовать атмосферу, если бы у меня была такая возможность. Я бы это осуществил. Эти машины считаются суперкарами 70-х, но они также практичны и известны как дешевые представительницы эпохи, нежели аналоги. Я стараюсь не выезжать за город на этой машине. Я берегу ее от этого. У меня есть местечко за городом, куда я могу поехать и поиграться с ней. Я езжу по городу на другой машине только ради того, чтобы выехать за город и погонять на этой. Я покупал эту машину не для того, чтобы похвастать сделать пару кругов по Манхэттену. Я купил ее реально для того, чтобы прокатиться на широкой местности по открытой дороге, чтобы полюбоваться пейзажами. Вот именно это я и делаю с этой машиной. Я бы не хотел расставаться с этим автомобилем еще долгое время. У меня нет конкретных планов на него. Знаете, держать у себя долгое время, а потом продать, это не для меня. Я реально хочу наслаждаться ею, чтобы следить за каждой мелочью, которая встречается с машиной. Есть много машин, которыми я бы желал владеть в будущем, но я хочу честно признаться о чем. Когда я еду на ней на встречу или на клубную сходку, или еще куда-то, то очень счастлив ехать на ней. Я люблю возвращаться домой на своей машине. Когда я еду и вижу классную тачку, то я не думаю, типа, о, какая классная тачка, вот у человека мне бы такую. Я просто счастлив, что она у меня есть.